Есть у нас и еще один прекрасный провал, потрясающий и горький, Оля, еще более масштабный провал. Дело в том, что в этом году на всех 12 тысячах площадок трагически провалилось шоу под названием «Пасха», которое давал РПЦ. Ну, во-первых, как выражаются артисты, упал зритель. Вот непосредственно массовка, участники сократились в три раза. Причем это МВДшная, строгая, холодная статистика. На днях она все равно будет опубликована, как бы ее пока не замалчивали, она всплывет. И по сравнению, например, с 2019 годом, когда 4,5 миллиона посещали пасхальное богослужение, сейчас полтора миллиона, и все было открыто, доступ был свободный, никаких ограничений нет. Рекламная кампания была проведена, как всегда, мощно, а в пасхальную ночь верующий обязан быть в своей общине. И это само по себе трагедия для РПЦ. Вот мало того, что растаяла эта массовка, так еще и жутко упал то, что называется средний чек. Потому что раньше верующий тратил на магические услуги в пасхальную ночь от двух с половиной до трех тысяч рублей. А теперь он потратил от тысячи до полутора. И одна площадка для проведения шоу заработала около 190 тысяч всего. То есть все упало втрое. С учетом того, что исходящий реквизит, очень дорогой, необходимый для этого пасхального шоу, это большое количество всяких спецбулочек, это спиртное красного цвета, это ладан, это яйца, гонорары, хору, поповские зарплаты, химчистка, постфактум, это банкет с азитриной, это разовая отстежка заезжему митрополиту, епископу, отчисление в епархию. В общем, все приходы вышли в лучшем случае в нули. Это впервые за 25 лет. А кое-кто и в резком минусе. Я уж не говорю там про то, что масло для лампад, они выжигают 20 литров за эту пасхальную службу и жгут исключительно только репейное дорогое. Вот касса крякнулась. И сейчас, да, Оленька, несусветная память. Я хотела вас спросить, может быть, все-таки действительно ковид серьезно подорвал ситуацию? Люди боятся ходить в места массового скопления. Ты понимаешь, когда они боятся ходить, это значит, что они, прежде всего, делают некий выбор. Они делают выбор между своим страхом, между своим комфортом и своими православными обязанностями. И это, конечно, действительно, прежде всего, финансовая трагедия. И на пороге русской православной церкви впервые возник призрак вареной трески, которая может на поповских банкетиках заменить всю севрюгу. И эта треска улыбается и шепчет «Здравствуй, Гуня!» Ну вот какое христианское сердце может это выдержать? Какое? Другой вопрос. Александр Глебович, вы обратили внимание на выступление недавнего патриарха, где он вдруг начал призывать всякие кары на тиранию? Это такие вибрирующие движения, ведь призыв не приходить к тирании, он может быть обращен к кому угодно, к любому римскому императору, к любому мозамбикскому диктатору. Вот там нет той, если верить житьям того времени, той конкретики и того азарта обличительного, которым отличались все раннехристианские храбрецы, епископы, патриархи и проповедники, которые всегда называли тиранов по именам. Ну вот мы видим, что это региональный бог наш, он не смог собрать зрителя, участника там кричалок, напевок, рублей приносителей. При том, что уже не секрет, что вот сами епархиальные поборы, они невыносимы. Знаешь, да, вот недавно был случай, когда очень заслуженный поп, весь из себя в каких-то орденах и отличиях, он, получив в очередной раз из епархии бумажку о том, сколько он должен принести оброку в эту епархию, он увел себя за сарай и из жалости там себя пристрелил, потому что на такие деньги он не способен. Но вообще надо сказать, что и шоу не везде прошло гладко, в Бурятской епархии, там местную церковь, она знаменита прежде всего тем, что прямо в этой церкви диакон растлил как минимум 10 мальчиков, причем прямо там же, вот ее обильно полили соляры и подожгли, и вот региональный бог самостоятельно справиться не смог, вызывали МЧС. Тут вопрос ко мне пришел воинствующий, что такое воинствующий атеист? Считаю ли я себя таковым? Нет, как раз наоборот. Вот если я, то я точно не воинствующий атеист, потому что я очень заинтересован, чтобы церковь жила, процветала и безобразничала как можно больше. Я же их изучаю, это мои жуки. Я хочу, чтобы они протянули как можно дольше, я только говорю, что им надо поставить кассовые аппараты, обложить нормальными налогами, а более того, еще лучше ввести было бы налог на гражданских лиц, называющихся православными, налог на содержание церкви. Тогда бы мы узнали... Десятина. Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...